МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами яркая танцовщица, одна из самых талантливых балерин Приморской сцены Мариинского театра. Это Анна Самострелова. Здравствуйте, Анна. Анна Самострелова – балерина, ведущая солистка Приморской сцены Мариинского театра. Анна окончила школу классического танца в Москве, после чего вернулась в родной Петербург, где работала в Санкт-Петербургской государственной консерватории, театре имени Якобсона, а также в театре балета Константина Тачкина. В составе балетной труппы гастролировала во многих странах Европы, в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Тайване. Новый профессиональный этап в карьере балерины наступил около двух лет назад. Анна Самострелова стала одной из самых ярких участниц балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Знаю, что вы к нам пожаловали практически из корабля на бал, потому что сейчас идет активная подготовка к премьере спектакля «Дон Кихот». Как идет работа, насколько она вас окрыляет, что сложно, а что легко дается. Работа идет очень интересно, продуктивно, сложновато иногда, но наша профессия заключается в этом, чтобы перебарывать себя. Я думаю, что зрителям очень понравится этот спектакль. Кто-то видел его, потому что он показывался на фестивале позапрошлом году. Очень веселый, эмоциональный, легкий балет, без какой-либо драматургии такой, чтобы кто-то умирал или страдал. Все очень весело и легко. Не могу не вернуться к началу вашего пути. Что в свое время привело вас к такой достаточно редкой, очень красивой и сложной профессии, как классическая балерина. Я не сразу пришла к тому, что я хочу стать балериной, наверное. В детстве я просто... Мне очень захотелось танцевать на сцене. Это было мое желание. Я была у дедушки с бабушкой, какое-то время жила у них. И мы, проходя мимо ДК, я говорю, что я хочу танцевать, пойдемте сходим. Ну и вот так началось, что он просто как хореографический кружок. Ну, я думаю, как и многие артисты начинали. Я вот захотела сначала просто быть на сцене, потом это вылилось, когда я уже пошла в школу, что можно чем-то заниматься дальше, дальше, дальше. И потом в начальной школе наш, как преподаватель, она сама заканчивала академию вагановскую. И она предложила, говорит, если вы хотите, можете попробовать поступить. Я поступала на подготовительный класс тогда еще. Поступила. Потом уже меня не взяли. Когда был отбор в первый класс, меня не взяли. И был такой момент, что, наверное, ну, может быть, и не надо. Но нет, как-то мне все хотелось, и поступили в школу Долгушина в Петербурге. Наверное, это не сразу пришло так, что вот я хочу быть балериной. И такое-то слово «балерина» — это очень такое весомое. Сначала ты просто, наверное, хочешь танцевать на сцене, танцевать в пачке, в касках. В вашем случае, когда вы именно в полной мере восхитились вот всеми возможностями и красотой классического танца? Вообще, когда мама меня водила на первые спектакли, я, наверное, уже училась, там, первый балетный класс был. Честно, мне было не очень интересно смотреть. Я смотрела, но у меня не было такого, что вот ах. И такое первое мое впечатление от спектакля, я была в третьем классе балетном, это 12-13 лет. А мы были в Санкт-Петербургской консерватории, был юбилей Никиты Долгушина. Ему было 60 лет, и он в свой юбилей танцевал «Жизель» графа Альберта. И вот, наверное, вот в этом возрасте, когда я увидела этот спектакль, с его участием в таком достаточно уже зрелом возрасте, можно было увидеть вот эту старую плеяду артистов уже. Он, конечно, не мог какие-то вещи делать технически легко, но вообще этот спектакль такой достаточно игровой. И как бы ты даже не смотрел, что он делал там ногами, что-то, может, он не делал. Это было до такой степени естественно, все понятно, выразительно. Что вот этот спектакль для меня произвел такое большое впечатление. Мне уже стало интересно смотреть именно полностью спектакль. Ты вообще, когда его выпускаешься, наверное, первое твое желание – это просто попасть в театр, быть частью коллектива, да, чтобы это все было такая совокупность всего. То, что ты хочешь развиваться, это происходит постепенно. Наверное, у всех по-разному, да, у кого-то это сразу происходит, у кого-то это такими этапами большими, мазками. У меня произошло это не сразу, чтобы вот раз я там начала что-то танцевать. У меня все происходило постепенно. Сначала я в кордебалете стояла, потом какие-то танцевала вариации по ДД, и потом вот спектакль станцевала. Шаг за шагом росли, да? Да, я на самом деле очень рада, что я прошла все этапы, наверное, такого становления, потому что я знаю по большей степени, ну, если такой, если какой-то новый спектакль, в котором я не участвовала в предыдущих театрах, я знаю, где кто должен находиться, да, что я никому не могу не помешать в определенных местах. Это здорово. Около двух лет вы находитесь здесь во Владивостоке, работаете на приморской сцене Маринского, а живя в Петербурге, были участницы вполне успешной труппы, да, которая много гастролировала. Что стало для вас решающим в принятии решения уехать все-таки так далеко? Решение было такое очень, ну, не спонтанным, наверное, я не могу такое сказать. Я просто очень хотела поменять что-то в своей жизни. Бывают такие этапы, да? Я хотела попасть в театр, и так как в Санкт-Петербурге этого не получалось, я решила попробовать. Я об этом театре еще слышала до того, как он стал акмариинской сценой, и мне было очень интересно. И это, наверное, знаете, было такое, как азартное решение. Даже можно так, ну, наверное, потому что просто так далеко не уедешь. И я на самом деле не жалею. Меня поддержала моя семья, мой муж. Он тоже какой-то творческой профессией занимается? Нет. Ну, мы познакомились в театре, он работал в театре с технической частью. А сейчас он не работает в театре, но его слово было как последним и решающим. Потому что, когда я отправляла заявку, я никому не говорила об этом. Потому что все, когда я начинала спрашивать, а как вот вы думаете попробовать мне сюда, все сразу говорили, ну, это же далеко. То есть практически из эпицентра всей культурной жизни вы... Да, да. Но на самом деле я считаю, что в своей жизни всегда надо попробовать рискнуть, что-то поменять. И в этом нету ничего такого зазорного уехать из большого города. Да. Безусловно. Тем более, если это влечет за собой профессиональный рост. И я очень рада, да, что, работая в театре здесь, у нас идет большая работа над собой, над как человеческими своими качествами. У нас идут новые постановки. Хотелось бы, чтобы их было еще больше, чтобы мы радовали зрителей. Ну, это естественное желание. Театр довольно молод. Кстати, вот эти стены уже успели стать для вас родными или своими? На самом деле, не сразу. Не сразу. Но вот сейчас, вот, уже прошло больше двух лет. Я... Вот мы сейчас были в отпуске, и я уезжала в Петербург домой. Мы были полтора месяца. И в какой-то момент... Мне, конечно, было очень дома хорошо, но я могу сказать так, я немножко скучала. И когда уехали на гастроли в Санкт-Петербург на две недели, мне, честно, конечно, там сцена, она такая очень ответственная, да. И когда на нее выходишь, чувствуешь всю такую громадную ответственность, и что кто там танцевал до тебя. И мне в какой-то момент хотелось поехать сюда. Да, еще у меня произошло такое... Ну, я травмировалась на сцене, и как-то мне так тяжело, видимо, дались эти гастроли летние. Но все хорошо. Я восстановилась, все хорошо. Я знаю, что в вашей биографии до Мариинского театра были случаи, назовем их довольно экстремальные, когда вы были поставлены в рамки таких обстоятельств, когда очень быстро готовили партии или выходили на замену и так далее. Что касается работы здесь, то какая из освоенных здесь партий или проделанных работ на данный момент вы считаете такая наиболее трудоемкая, сложная и потребовавшая от вас выложиться по максимуму? Для меня самая трудоемкая – это, наверное, спектакль «Спящая красавица». Он прекрасный, он сказочный, но для балерины он очень сложный. И мне всегда очень сложно на него настроиться. Я должна быть такой лучезарной, всех влюблять в себя. Но не всегда это, видимо, бывает от своего настроения, от усталости, каких-то жизненных ситуаций. Для меня это очень сложный технический балет, и я всегда за него очень переживаю. И как всегда много работаю. А если говорить о спектаклях, появление которых вы бы хотели в ближайшее время в репертуаре нашей «Мариинки»? Я бы очень хотела, чтобы наш зритель увидел Ромео Джульетта. Потрясающий балет. Конечно. С прекрасной музыкой, хореографией. И очень бы хотелось спектакль «Легенда о любви». В последнее время прям как-то стала смотреть. Я была в Петербурге в отпуске, ходила на спектакль, и прям, знаете, захотелось прям станцевать. И такой вот тоже очень большой спектакль, интересный, восточный. Да. Такой очень интересная пластика в нём. Необычная для классического балета. Вот, кстати, легендарный хореограф своего времени Пина Бауш говорила, что когда я... У неё же тоже очень новаторские постановки, тем более для тех лет. И она всегда на вопрос, что вы пытаетесь выразить вот в этом странном наборе движений, всегда говорила, мне интересно не то, как двигается человек, мне интересует то, что им движет. Вот вы, ну, ища внутреннее наполнение своих героинь, на что любите опираться? Хорошо ли, когда есть там некий литературный источник, да? Или побольше разговаривать с режиссёром, с балетмейстером? Или свои какие-то находить внутренние мотивы? От себя иду, от себя, от партнёра, от музыки. Наверное, ну, в зависимости, какой ещё персонаж, да, если это литературный, да, тот же самый, там, Ромео Джульетта, да, то ты можешь прочитать произведения, ты можешь посмотреть фильм, разные, прочитать про него... Ну, как... Какие-то исследования, да. Да, да, другое дело, когда ты танцуешь в современный балет, где нет вообще никакого сюжета, там, в принципе, ты идёшь от музыки и от того, что ты чувствуешь, что ты хочешь сказать. Ну, и, конечно, тебе балетмейстер подсказывает, что бы он хотел от тебя. Кстати, вы в плане сотрудничества с хореографами, с режиссёрами, вы такой покладистый артист или вы любите доказывать свою точку зрения, предлагать, иногда, возможно, противоречить чему-то? Ну, мне кажется, я покладистый, но иногда можно свою точку зрения отстаивать. Не всегда это получается, но я иногда стараюсь очень спокойно, но вот так вот подходя, подходя, подводить. Иногда не всегда получается, но потом может согласиться с тобой балетмейстер, хореограф. А вот если всё-таки говорить о мнении со стороны, то для вас чьи, ну, либо положительные, либо критические замечания, чьи важные, ну, кому вы прислушиваетесь? Ко всем. Я ко всем, да. Ко всем. Всегда, ну, все, кто мне что-то говорит, я всегда аналитирую, пытаюсь проанализировать, посмотреть себя со стороны. Это очень сложно. Мы себя не можем со стороны воспринимать. Я смотрю записи и анализирую, да, что мне кто-то сказал, и как бы там соглашаюсь я с этим или нет. Вот. Вот, кстати, я знаю, что на момент, когда идёт становление танцовщика или танцовщицы, очень важно, чтобы тебе встретился педагог, который возьмёт тебя в свои руки и научит тебя существовать так в этой профессии, чтобы тебе было интересно и хотелось. Вам в этом смысле повезло встретить такого человека? Да. Ну, к сожалению, мы сейчас с ним работаем в разных городах. Она работает... Ну, что, в общем-то, естественно. Да, но Любовь Олимпиевна Кунакова, педагог Мариинского театра, мне посчастливилось с ней поработать, когда я работала в театре Константина Тачкина. Да. И проработала я с ней не один год. Я очень рада, что такие все большие спектакли мы с ней подготовили. И даже вот сейчас, работая здесь, какие-то спектакли, то, что у нас ставится, я всегда вспоминаю, что она всегда предлагала, что, как бы, просила, вот, чтобы это было интересно. Она, не знаю, она потрясающая человек просто сама по себе, очень такая эмоциональная, позитивная. От нее я всегда заряжался, приходишь на репетицию, там, можешь не хотеть ничего делать. В итоге она тебя заряжала, и она никогда тебя не то что не задавливала, но не было такого, что я учитель, а ты ученик. Такое достаточно... Мне кажется, это такая редкость в вашей профессии особенно. Да. И приехав сюда, и какие-то вещи, я, конечно, она мне очень помогает. Ну, мы с ней созваниваемся. Когда мы приезжаем на гастроли в Питер, она приходит на спектакли, на репетиции, когда может. Так что, да. А педагог – это очень важно для артиста, потому, особенно, когда он только начинает свои первые шаги, как добиться того, чтобы ты выглядел интересно, чтобы все твои недостатки спрятать за своими достоинствами. Это такая хитрая работа, на самом деле. Иногда можно сделать так, что никто не поймет, что у тебя что-то не получается. Ну, это, конечно, и твоя работа, ты должен сам тоже. Но педагог очень важен для нас. Да, это такой поистине ювелирный труд. Да, ну и здесь, конечно, мне тоже помогает. И я работаю со всеми, работаю педагогами, что у нас в театре. Все выносят свою какую-то лепту. Мне кажется, что, приехав сюда, я тоже изменилась чуть-чуть. Чуть-чуть стала по-другому танцевать. Ну, наверное, это как жизненные этапы. Мы всегда, ну, как мысли наши, да, мы мыслим в одном этапе так, потом что-то может поменяться. Так же у нас мы развиваемся. Вообще в балете ведь очень важна вот эта вот ежедневная, рутинная составляющая, когда ты делаешь класс, когда... То есть то, что остается там за пределами сцены, это такой огромный айсберг, да, спектакль – это вершина айсберга. А вы насколько... Ну, понятно, что вы к этому привыкли, но насколько способны получать удовольствие именно от такого труда? Я не всегда получаю удовольствие. То есть для вас главное удовольствие в профессии – все-таки это сцены и спектакли, да? Или репетиции? Знаете, на самом деле очень интересный процесс именно репетиции. Он иногда даже, наверное, ну, не то, что интересней. Он точно так же важен, но, наверное, все-таки тоже интересный момент. И, наверное, так как это все-таки более ты в свободном пространстве, нету света, нету зрителей, ты чуть-чуть по-другому себя ощущаешь. И бывает на репетициях, ну, не то, что получается лучше, но бывает... Не всегда то, что ты делаешь в зале, не всегда это получается на сцене. Не всегда бывает получается. Но в каких-то спектаклях я вообще не погружаюсь полностью, а в каких-то, где я знаю какие-то свои слабые стороны, и мне их сложно сделать, я не всегда от этого... Ну, может, не то, что получаю удовольствие, но я работаю. Это не всегда правильно, конечно, но я работаю над собой. Вот у меня тут напоследок еще один вопрос родился, не могу вам его не задать. Вот балерина – это настолько, с одной стороны, внешне такие эфемерные, прекрасные, хрупкие создания, но всегда за этой хрупкостью чувствуется очень большая сила и сила воли, и физическая сила. Вот вы в себе, будучи представителем как раз такого необыкновенного типа профессии человека, вы чувствуете в себе вот эту вот большую силу, скрытую за вашей хрупкостью? Наверное, да. Мы хрупкие только внешне, а работа у нас, конечно, не самая легкая, и это бывает даже чисто не физически сложно выдержать, да, все, психологически даже, да, все-таки ты выкладываешься на сцене эмоционально, да, не всегда восполняешься полностью, да. Бывает, тебя плохо чувствуешь, но на спектакль ты должен все равно выйти, так что... Ну, с другой стороны, вообще любая профессия, особенно, ну, мне кажется, у нас вообще в России женщины очень такие сильные, ну, как, за нашими плечами, не страшно. Спасибо вам, Анна, за этот разговор. Успехов вам. Спасибо большое. Будем любоваться вами на сцене. Приходите к нам на спектакль. Обязательно. Конечно, как обычно. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»